Здравствуйте! Какими налоговыми льготами воспользуются многодетные семьи и другие категории в этом году и что будет, если не оплатить имущественные налоги вовремя? Об этом говорим и в нашей студии начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, что сегодня происходит в системе обращения налогоплательщиков и налоговых органов? Какой момент? Ну, так скажем, значимый момент для, можно сказать, для 2018 года, поскольку на текущий момент мы уже отправили, сформировали, отправили налоговедомления, выгрузили в личный кабинет, у кого они, соответственно, есть личный кабинет. Это порядка 450 тысяч. И чуть больше, миллион 700 отправили уже через почтовое отделение. Следует обратить внимание, что налоговедомления в этом году у нас печатались как в Уфе, так и в Нижнем Новгороде, поскольку у нас несколько есть центров, которые печатают налоговедомления. И в том случае, если это не Самара, не Нижний Новгород, не стоит пугаться. Это действительно так, это все правильно, налоговедомление сформировано и направлено налогоплательщику через почту. Туда надо обратиться в том случае, если вдруг отсутствует личный кабинет. И хотелось бы обратить внимание, что в этом году изменилась сама форма налоговедомления. Поэтому вскрыт сконверт, опять не стоит пугаться, потому что налоговедомление с этого года у нас выглядит примерно так. В первую очередь, исчез платежный документ, который прикладывался к налоговедомлению. То есть сейчас у нас получается, что раздел налоговедомления суммы исчисленного налога, дальше идет раздел с реквизитами для уплаты налога. То есть по каждому налогу у нас отдельный раздел, отдельные реквизиты для уплаты. Следует обратить внимание, что налоговедомление у нас сформируется с учетом переплаты, то есть в обязательном порядке сумма переплаты указывается. И в том случае, если у налогоплательщика существует задолженность, то сумма задолженности также отражается в личном кабинете. Это первое. Второе, что касается именно льготных категорий налогоплательщиков, у нас есть определенные налогоплательщики, у которых несколько объектов, которые являются льготниками. Или это пенсионеры, или инвалиды, или это афганцы, или чернобыльцы, и так далее, и тому подобное. То есть у нас порядка 15 категорий. В том случае, если у налогоплательщика есть несколько объектов, льгота предоставляется только по одному основанию, только на один объект, и в налоговедомлении указывается тот объект, на который исчислена сумма налога. Если льгота предоставлена в размере 100%, соответственно, в налоговедомлении такой объект не указывается. Появилась относительно недавно новая категория предпенсионеров. Скажите, пожалуйста, для них что-то предусмотрено? У нас предпенсионеры – это новая категория, которая у нас образовалась после 1 января 2019 года. Поэтому на следующий год при расчете налога за 2019 год им будет предоставлена такая же льгота, как и людям пенсионного возраста. До какого времени, до какой даты продолжится рассылка уведомлений, и до какого момента, опять же, нужно платить налоги в этом году? Потому что даты как-то все время меняются. По всей территории Российской Федерации рассылка налоговых уведомлений закончится 1 октября. Это 1 и 2 в этом году у нас срок уплаты 2 декабря. Объясню, почему дата меняется. Потому что, согласно налоговому кодексу, срок уплаты имущественных налогов 1 декабря. Но 1 декабря иногда у нас выпадает на воскресенье, поэтому автоматически срок переносится уже на другой день. Если продолжить тему льготных категорий, то можно ли заявить о льготе через личный кабинет? Или это собирать документы и идти обязательно в районную? Да, заявить о льготе можно как через личный кабинет, так и направить заявление по почте, так же прийти в инспекцию. То есть разные и всевозможные варианты. Можно прийти просто написать заявление, не приложив документы. Тогда уже налоговый орган сам запросит документы в тех организаторах, которые льгота предоставила. Но в этом случае надо будет обязательно дать согласие на обработку персональных данных. Можно принести документ, приложить к форме заявления. В общем-то, все на выбор налогоплательщика. Есть льготы заявительного характера, а есть льготы, о которых не нужно заявлять. Как опять же разобраться в этом, когда надо это делать? Да, раньше у нас льгота была не заявительного характера по транспортному налогу. То есть у нас пенсионеры, женщины 55, мужчины 60, это было раньше. И в автоматическом режиме представлялась льгота, это 50%. В том случае, если транспортное средство, в частности легковое автомобиль, не превышал 100 лошадиных сил. С этого года у нас льгота носит проактивный характер. То есть пенсионный фонд нам выгружает сведения о пенсионерах, об инвалидах. И при этом следует обратить внимание, что дата, так скажем, представления, вернее дата признания пенсионером или инвалидом физическое лицо, это 1 января 2018 года. То есть все, что после 1 января 2018 года, нам представляет пенсионный фонд. А то, что до 1 января 2018 года, если вдруг по какой-либо причине льгота не была предоставлена, то следует обратиться в налоговое заявление. Многодетные семьи, это тоже отдельная категория льготников. Какие-то есть изменения для них? Да. Потому что очень часто говорят именно про многодетные семьи. Да, для многодетных семей с 1 января 2018 года введены льготы по налогу на имущество, по земельному налогу это 6 соток, по налогу на имущество 5 квадратных метров на квартиру на каждого ребенка и 7 квадратных метров на жилой дом на каждого ребенка. Следует обратить внимание на то, что у нас льгота устанавливается как федеральная, то есть правительством Российской Федерации, так и органами местного самоуправления. В частности, многодетные семьи у нас в Самаре имели право на льготу на 6 соток земельного участка уже, в принципе, достаточно давно. Поэтому, если у многодетной семьи земельный участок больше 6 соток, то льгота представляет сначала федеральная, потом местная, то есть на один земельный участок. Если два земельных участка, то можно предоставить льготу на два земельных участка, то есть на один земельный участок. Федеральная, а на другой местный. А статус семья, статус многодетной когда получает семья? Сколько детей? Трое детей. Трое детей. Да, трое детей. Такого уточнения. И также заканчивается, когда одному из детей исполняется 18 лет. Тоже важное дополнение. Еще такой момент, как определиться, на какую квартиру или на какой участок заявить льготу, если в собственности есть несколько квартир, допустим, у пенсионера, и не в том районе, где ты проживаешь. Вот тоже такое дополнение. Допустим, вот ты живешь в Самарской, а дом у тебя в Сызрани. Ну, во-первых, у нас льгота представляется в автоматическом режиме на большую сумму налога. Но в том случае, если вдруг налогоплательщик захотел, что именно на этот он объект хотел бы льготу, чтобы ему была предоставлена, пишет заявление. В этом заявлении он указывает тот объект, на который он хотел бы, чтобы льгота была предоставлена. Заявление это подается до 131 декабря. Поэтому налоговый орган. Все вот эти заявления можно сделать через личный кабинет? Да, конечно. Можно, да? Да, конечно. А вообще, как сам этот кабинет личный модернизируется в последнее время? В чем его преимущество? Потому что, насколько я знаю, что все больше людей к этому прибегает. Во-первых, я бы хотела сказать, что у нас существует две версии. Версии это, которые для ПК и версии, которые для смартфона. То есть, практически личный кабинет всегда в кармане. Вот, хотелось бы обратить внимание на то, что личный кабинет стал значительно проще в том плане, что, во-первых, там указаны все объекты, то есть, при этом под каждым объектом указана рассчитанная сумма налога, сама формула расчета. Поэтому можно просчитать, посмотреть, убедить, что действительно все правильно, все замечательно. И, заходя как бы на лицевую сторону личного кабинета, то есть, изначальные страницы, сейчас вот на данный момент там высвечивается количество дней оставшихся до срока уплаты. Поэтому, ну, достаточно, ну, невозможно упустить. Да, сказать, что я не знал, что нужно такого-то числа платить, и уже пойдут пения и другие меры принудительного порядка. О том, что представляет из себя модернизированный личный кабинет, мы узнаем из ролика, ну, а потом продолжим. Добро пожаловать в ваш новый личный кабинет. Он изменился, стал проще и удобнее. Давайте познакомимся с его возможностями. Вот главная страница. На ней представлена самая важная информация – сумма налога и сколько дней осталось до его оплаты. Можете проверить, уточнить детали по всем начислениям. Готовы оплатить? Отлично! Это делается в два клика. Хотите уточнить, почему такая сумма? В разделе «Мои налоги» находится подробная информация о ваших налогах и задолженностях по ним. Здесь представлены начисления по каждому объекту налогообложения и разъяснения, как сложилась сумма к оплате. Во вкладке «Налог на доходы» можете посмотреть налог, который начислен на основе вашей налоговой декларации, а также налоги, которые за вас уплатили ваши работодатели и другие налоговые агенты. В разделе «Мое имущество» представлена информация по всем объектам налогообложения с указанием характеристик, истории начислений, а также описание в виде формулы, в которую подставляются значения вашего объекта. Если по какому-то объекту имеется недостоверная информация или он вам не принадлежит, сообщите об этом. Есть другие вопросы? Проблемы? Перейдите в раздел «Жизненные ситуации». Для каждой ситуации предложены конкретные шаги решения вопросов. Пользуйтесь. Все просто и очень удобно. Есть определенные варианты жизненных ситуаций, но, наверное, не все даже могут быть учтены, или кто-то не знает, что там можно в этот раздел заглянуть. Поэтому предлагаю ответить на вопрос телезрителей, которые пришли к нам до эфира. Можно ли через личный кабинет сообщить о праве на льготу «Я военный пенсионер»? Это будет учтено при расчете налога или нужно в инспекцию все-таки обратиться через МФЦ? Нет. Достаточно обратиться через личный кабинет, заполнить форму заявления соответственно и вложить в скан-образ документа, подтверждающий право на льготу. В МФЦ обращаться необязательно. Если есть личный кабинет, то тем более. Следующий вопрос. До какого срока теперь необходимо заявить о выбранном льготном объекте? В 2019 судебном решении была пересмотрена кадастровая стоимость в сторону уменьшения одного из моих участков, соответственно, дачи. Соответственно, налог станет меньше. Льготу можно применить теперь к даче с более высоким налогом? Или это автоматически инспекция учтет? Ну, во-первых, если было заявление на льготу, то уже льгота в автоматическом режиме представляется по тому объекту, по которому была пересмотрена, так понимаю, что кадастровая стоимость. Поэтому необходимо обратиться с заявлением о смене льготируемого объекта. И это заявление надо подать до 31 декабря. То есть в этом году подается заявление до 31 декабря для расчета налога за 2019 год. Все-таки заявление нужно обязательно. У меня сгорел дом, и восстановлению он не подлежит. Нужно ли подтвердить этот факт уничтожения объекта, и как это сделать грамотно, чтобы налог не начислили на недвижимость, которой уже нет? Да, у нас налог не начисляется на объект, который был уничтожен. Для этого надо обратиться в налогоорган, предоставить справку от МЧС, то есть пожарники, или же администрация, из администрации справка. То есть администрация выходит, составляет акт о том, что объект уже прекратил существование, и налогоорган, соответственно, перестает исчислять налоги. Но еще следует сходить в обязательном порядке, в рекорганы, для того, чтобы объект снять с кадастрового учета. — Как вообще устанавливаются ставки на выплаты налогов? Вот какой механизм? И еще немаловажный вопрос, как это можно перепроверить, если ты сомневаешься в правильности? — У нас налоговым кодексом предусмотрено, что ставки для региональных и местных налогов могут измениться в сторону увеличения. То есть у нас предусмотрен кодексом одни ставки, а наши уже органы, представительные органы могут поменять. Местные налоги — это земля и имущество. Здесь у нас ставки льгот устанавливают муниципалитеты. Транспортный налог — это региональный налог, а ставки льгот устанавливают регионы. Полную информацию о ставках льгот можно узнать на нашем сайте, в сервисе ставки льгот по имущественным налогам. Достаточно выбрать муниципалитет, где находится объект налогообложения, и там можно будет посмотреть как категорию налогоплательщиков, в котором льгота представляется, так и ставки налога. В общем-то, все достаточно просто. — Давайте закрепим эту информацию и посмотрим ролик на тему, и дальше продолжим. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти, и поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога. Транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения. Ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Как еще налоговые органы упрощают свою работу для налогоплательщиков в плане удобства оплаты? Допустим, что происходит? Потому что есть уже схемы, которые традиционные, которые вошли уже в наше сознание, кроме того, что новые, наверное, тоже появляются. Во-первых, у нас появился новый сервис, который называется «Уплатить налоги за третьих лиц». То есть за третьих лиц можно уплатить налоги тремя способами, так скажем. Это первое – по ссылке перейти на сайт банка-партнера, то есть заплатить через Бирбанк онлайн в частности. Можно распечататься платежные поручения и заплатить наличными. Можно через банкомат заплатить, распечатав то же самое платежное поручение. То есть достаточно зайти на сайт, все сервисы, уплата налога за третьих лиц, и можно заплатить как за себя, так и за своих родственников, соседей, знакомых и так далее и тому подобное. Существует у нас еще один такой значимый, можно сказать, элемент оплаты – это единый авансовый платеж. Единый авансовый платеж предусмотрен только исключительно для имущественных налогов, другие налоги туда платить не надо. В чем преимущество этого платежа? В том, что можно заплатить примерную сумму налога. У нас следует обратить внимание, что ежегодно, пока еще рост суммы налога составляет по налогу на имущество 10%, земля и транспорт суммы практически не меняется. Только может изменить в том случае, если изменились объекты налогообложения. Рассчитав примерную сумму налога, можно ее заплатить единым авансовым платежом и ехать уже куда угодно, потому что при наступлении срока уплаты, то есть это 2 декабря в этом году, 2019 года, сумма налога спешится со счета единого авансового платежа и, соответственно, уже ни пени, никаких мер принудительного взыскания уже не будет. Да, очень удобная такая модель. У нас есть ролик и на эту тему, давайте его посмотрим. С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. Какие еще дополнительные вопросы возникают у налогоплательщиков? Вот, допустим, если меняется налоговая база, то перерасчет как происходит, происходит ли вообще? Да, у нас существует, ну, в общем-то, сейчас вот на данный момент, у нас, во-первых, внесены изменения в налоговый кодекс, согласно которым, в том случае, если налогоплательщик уже заплатил налог, налоговая служба в сторону увеличения не имеет права ему пересчитать. Да, в сторону уменьшения, пожалуйста, в сторону увеличения нет. Но, как правило, это в сторону увеличения происходит из-за того, что, опять же, увеличивается налоговая база, соответственно, увеличивается сумма налога. Поэтому я все-таки призываю, что надо заплатить налог в обязательном порядке. А уже потом, если вдруг такое случится, и налоговая служба, ну, можно сказать так, применила налоговую базу, которая, ну, более высокая кадастровая стоимость, естественно, сумма налога пересчитается, и земельный налог или налог на имущество, соответственно, будет возвращен. Но это, опять же, касается только местных налогов, транспортного налога это не касается. Если говорить, если остаются еще какие-то вопросы, то как можно получить информацию? Кроме того, что в личном комитете, даже если в личном и на сайте у вас не нашел. Ну, во-первых, можно задать вопрос по телефону 8872, да, это первое. Второе, можно написать обращение на сайте ФНС России, можно написать обращение и направить по почте, и можно прийти лично в инспекцию. У нас инспекция сейчас работает вторник и четверг до 8 часов. Такой продленный график, что тоже удобно работающим людям. Если говорить о принудительных мерах взыскания за неплатежи, так скажем, то с какого момента они вступают в силу, применяются? Потому что вот думают, ну, есть у меня долги и есть люди как-то. Ну, я бы хотела сказать то, что после наступления срока уплаты со следующего дня начинается исчисление пени. Потом начинаются меры принудительных взысканий, вплоть до того, что собрался человек в отпуск и не уехал, потому что у него долг, соответственно, судебные приставы, его не выпустили за границу. Вот. Я поэтому хотела бы обратить внимание налогоплательщиков, прежде чем отправляться куда-либо, следует проверить, есть ли у вас долги, чтобы не было сюрпризов при вылете за пределы Российской Федерации. Списывают еще с карточки, где заработная плата, копятся долги по налогам, как факт уже установлен. Скажите, должны ли предупредить об этом списание налогоплательщика? И как вообще это делается? Потому что некоторые удивлены сильно, когда они получают, вот часть денег, приходят уведомления, что они списаны? У нас процедура такая, что мы направили сначала уведомление, но плата налога, налогоплательщик не платит. Потом направляется требование, но плата налога, налогоплательщик не платит. И тогда уже передают судебным приставам. Судебные приставы списывают денежные средства без предупреждения. А, вот тогда в данном случае без предупреждения. Без предупреждения списываются средства, поэтому если есть объект налогообложения, если налогоплательщик знает, что у него есть собственность квартиры, или машины, или дачи, или земельный участок, или жилой дом, в обязательном порядке, если не приходят, опять же, платежные документы, надо будет, вернее, на протяжении большого периода времени приходят платежные документы, соответственно, надо будет обратиться в налоговый орган. Или же, в том случае, если не пришел платежный документ в этом году, надо будет обратиться в отделение почтовой связи, потому что все уже уведомления ждут своих получателей. Что происходит с пени? Они списываются как-то отдельно от основной суммы долга или вместе при большой задолженности? Ну, у нас пенис зачисляются разные совершенно счета, то есть, пени, простите, да, списываются одновременно, сумма задолженности, сумма пенис списывается одновременно. Понятно. А еще на какие формы принудительного взыскания можно обратить внимание, на которые, в общем-то, может быть, не такие вот суровые, но все-таки жизнь могут в какой-то мере испортить? Ну, в принципе, мне кажется, мы как бы все обсудили, все меры принудительного взыскания, а вот суровые, ну, самые суровые, это то, что действительно списывают деньги со счета, то, что не выпускают за пределы Российской Федерации, но не самые суровые, это предупреждение, предупреждение в виде требований, опять же, на уплату именно за должности. Да, ну, и не самый приятный момент, когда работодатель узнает, что ты являешься налогоплательщиком, и уже такая форма становится практически общедоступной. У нас ролик есть и на эту тему, давайте его посмотрим. Ежегодно всем налогоплательщикам отправляется налоговое уведомление, в котором указываются суммы и сроки уплаты имущественных налогов, земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц. Их необходимо уплатить в установленный срок. Если вы не оплатили вовремя, то уже со следующего дня вы становитесь должником, и ваш долг будет расти каждый день до его полного погашения. На сумму задолженности начисляются пении. Если вы не заплатите вовремя, то налоговый орган обратится в суд о взыскании налога в принудительном порядке за счет вашего имущества. Суд вынесет судебный акт о взыскании обязательных платежей. Налоговый орган направляет исполнительный документ работодателям, банкам, иным организациям и лицам для взыскания задолженности в принудительном порядке. Долг может быть удержан. Из зарплаты, пенсии, стипендии и других платежей в ваш адрес. С расчетного счета в банке. Исполнительный документ передается судебному приставу, который приостановит движение на всех ваших банковских счетах. Наложит арест на ваше имущество и может продать его в счет погашения долга. Ограничит выезд должника за границей Российской Федерации. Проблемы с оплатой налогов не получится сохранять в тайне от родных, коллег по работе и даже соседей. Кроме того, несвоевременная уплата налога грозит дополнительными расходами. Необходимо будет уплатить начисленные пени за каждый день просрочки, государственную пошлину за рассмотрение дела, исполнительский сбор, а также расходы на совершение исполнительных действий. Не забывайте оплачивать имущественные налоги. Это поможет избежать лишних трат и сохранить репутацию добропорядочного гражданина. К какой категории льготные вы хотели бы обратиться отдельно и напомнить, что есть такие-то льготы, что ими можно воспользоваться, в каком порядке, заявительным или нет? Я бы хотела еще раз обратиться к нашим пенсионерам, поскольку у нас самая обширная категория льготников, что у них существует право на льготу, федеральную льготу по земельному налогу. Это 6 суток. Зачастую к нам обращаются именно жители сельских регионов, где участок, в общем-то, не 6 суток, а гораздо больше. Поэтому я хотела бы обратить внимание, 6 суток льготы, все остальное уплачивает налог. Опять же, хотела бы сказать, для этой же категории, если раньше у нас до 2015 года пенсионеры, льгота представлялась по налогу на имущество на все объекты, с 1 января 2015 года льгота представляется только на один объект. Одна квартира, один жилой дом, один гараж. Больше льготы не представляется. А что касается многодетных семей, то есть ли какие-то льготы на местном уровне? Да, у многодетных семей есть льготы, у нас в Самаре есть льготы по земельному налогу, Тольятти, Сызрань, полный перечень льгот, опять же, именно тема дисципалитета, можно посмотреть, вернее, та категория может посмотреть, ставки льготы по имущественным налогам на нашем сайте. Ну что ж, спасибо за эту важную и полезную информацию, всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания.